всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян да мы вообще на самом деле в полном составе как всегда пока сюда традиционно на самом деле пришли на прекрасный закат и решили с вами поделиться такой острой темой сколько же денег у нас ушло на нашу идею зимовать в таиланде забегая вперед в комментариях напишите как вы считаете много это немного либо это нормально либо это ненормально и вообще таиланд стоит ли таких денег для зимовки погнали начало выпуска конечно хочется начать с двух предыстории первое это то что зимовка в таиланде была нашей давними что еще в 2019 году я славе предлагала продать и уехать на всю зиму тогда у нас еще не было удаленного заработка да мы только начинали свой путь в блоге и хотелось конечно позимовать в тепле но к счастью слова отказал мне тогда с этой зимовкой он сказал что нет ни в коем случае мы не отдадим свою машину мы ее поставим потому что мы на ней поедем путешествовать в турцию на машине таиланд очень сильно хотелось потому что у нас даже соседская собака была в таиланде а мы нет поэтому здесь вообще все очевидно база сложился и мы здесь сейчас расскажем сколько этой идеям забрала у нас деньжат еще вторая предыстория это то что мы зимуем постоянно где-то об этом просто зайдите на ютубчики в наши плейлисты и посмотрите и конечно здесь хочется добавить дисклеймер о том то что если вы хотите отправиться на зимовку в 1 в таиланд то вообще этот выпуск даже и не для вас потому что это на самом деле капец как будет дешево дело в том что у нас семья большая у нас трое детей мирошки уже два года и мы везде за него платим естественно самолете и как раз самая огромная первая статья расходов это конечно же авиабилеты у нас было два варианта лететь с пересадками до либо лететь прямым рейсом почему мы выбрали рейс пересадками у нас была одна одна пересадка потому что мы хотели посмотреть еще одну страну в этом году помимо таиланда и мы ее посмотрели эта страна называется оман неочевидная мы там погуляли в столице в маскате выпуск посмотрите ссылка будет там в описании а прямой рейс он был на самом деле очень удобный потому что он был ночной он стоил конечно сколько 210 тысяч по моему изначально когда мы смотрели там было по 175 можно было прямой рейс на нашу семью купить то есть пока мы думали мы просто очень долго не были в россии и у нас накопилось много дел и мы не могли вот по вот этой цене купить билеты потому что у нас были еще нерешенные вопросы в общем купили мы билеты с пересадкой которые нам обошлись 157 тысяч рублей в эту цену входил также багаж на нас на всех но к сожалению мы с собой не брали багаж мы такие думали полетим налегке чисто у каждого портфельчику на самом деле не делайте так если у вас есть багаж он включен в стоимость блин возьмите этот гребаный один чемодан потому что поверьте мне пять портфелей таскаете вы взрослые дети их носить явно не буду да еще очень хорошим решением было брать собой коляску хотя изначально мы тоже думали может быть она нам не пригодится потому что на шри-ланке мы не практически не пользовались кроме аэропорта до нигде она мне пригодилась просто мне тротуаров таиланде все гораздо лучше здесь есть тротуары пусть они небольшие но в паттайе по крайней мере с коляской очень удобно если мы приезжали без коляски нам пришлось будет сто процентов наша пересадка была в омане и естественно мы все-таки выбрались в город погулять хотя это было капец как не просто тоже были гляньте просто выпуск чтобы сейчас не занимать это эфирное время чтобы погулять в омане нам потребовалось снять машину так как мы с детьми и путешествовать на общественном транспорте было бы нам сложно поэтому посчитав все расходы за прогулку до бензин покушать как и нам все это обошлось 13 тысяч рублей вместе с машиной вместе с есимкой мы покупали две есим карты это одну в омане одну в таиланде по прилету используем всегда есть имку куда бы мы не улетали в какую страну всегда есть имки от компании air allot я там также оставлю ссылочку в описании вы если куда-то летите оформляйте потому что это идеальное решение по прилету нет никакой суеты а к тому же по моей ссылке вам будет 50 процентов по моему скидка либо что-то 5 долларов вам капнет скидка в общем пользуйтесь обязательно когда вы куда-то летите вам нужно закладывать однозначно трансфер на такси какой-то в москве нас родители отвезли когда мы прилетели в оман мы взяли машину также в расходы обязательно нужно вшивать такую статью как ожидание самолета кто-то скажет ну и чё на самом деле вы же в аэропорт приезжаете заранее соответственно пока там регистрация пока туда-сюда опять-таки если вы один вы можете попить водичку но когда у вас строя спиногрызов они как правило сразу захотят есть после еды захотят попить после попить захотят сладенького потом в туалет хорошо хоть на перекур не бегают уже плюсом но в любом случае нам это по кошельку ударило ожидание самолета в москве и в маскате нам обошлось в 5000 рублей на дороге такая бумажка не валяется здесь хочется выразить огромную благодарность авиакомпании которая нам дала покушать в самолете единственное что мирошка у нас идет по полной цене уже но его что там что там в двух самолетах его не покормили а когда я попросил пивка за него мне тоже отказали но спасибо за то что хотя бы была еда и мы были сыты и довольны как бы можно было пить можно было есть и это очень хорошо просто нас бывали такие случаи когда мы на шри-ланку летели зимовать нас не кормили потом естественно мы прилетели в банкок столицу таиланда мы очень хотели посмотреть ну как ничего сразу на пукет лететь когда-то никогда не было в таиланде соседская собака была и гуляла по банкоку а ты нет как-то неправильно все это дело поэтому прилетели в банкок и у нас там была сразу первая затрата точнее 2 1 1 сим-карта сказал ранее 2 это трансфер такси из аэропорта до места где мы жили нам обошлось 1300 рублей мы жили в самом центре банкока метро люмпини и естественно мы решили посмотреть банкок хотя бы не весь но максимально возможен и мы там провели четыре полноценных дня первый день у нас ушел на он мы впали в спячку потом еда потом у нас были различные гулянки различное метро надземная подземная музеи театра амфитеатры короче культурная была программа да просто угораю на счет и чего в итоге четыре дня в таиланде в итоге в итоге четыре дня в банкоке нам обошлось в 20 тысяч рублей это считая без жилья жилье нам обошлось в 13000 с копейками на три ночи после того как мы нагулялись в банкоке мы двинулись в нашу точку где мы проведем первый месяц это город паттайя собственно мы сейчас отсюда и вещаем мы снова заказали такси которая нам обошлось 3800 рублей есть сюда прилетаете мы пользуемся постоянно приложение миндрайв мы здесь двигаемся исключительно на такси по приезду в паттайю мы начали искать квартиру как мы искали квартиру тоже просто гляньте и выпуск там будет ссылку найдите посмотрите обязательно но смысл в том то что не знаю повезло нами или мы делали все правильно хрен его знает но смысл в том то что здесь все просят депозиты вот эти вот какие-то миллион платежей вперед там я не знаю завышенный ценник так как это начинается сезон и конечно самые выгодные цены это если вы заключаете контракт на год чуть дороже получается полгода еще подороже три месяца а самые адские цены это если вы арендуете на один месяц нам квартира обошлась говорю без всякой мишуры депозитов и прочего тысячу долларов мы снимали через сервис r&b заплатили пишу баксов по тому курсу курс тогда был 96 рублей за бакс получилось 96 тысяч рублей у нас вышла квартира подводя итог ребятки у нас вышла сумма в 312 тысяч двести рублей возможно какие-то микро платежи мы профукали вот все что мы сейчас назвали это есть 312 тысяч двести рублей получается что очень круглая сумма то есть зимовка не успела начаться а мы уже потратили три сотни наших тысяч рублей рублей блин просто а бал деть по-другому не скажешь если смотреть с точки зрения что ты прилетаешь там не на месяц конечно это не так страшно и спасибо таиланду за то что они отменили визы потому что если были бы визы мы вы влипли бы еще на приличную сумму в плане покупки этих виз плюс потом еще и виза ранить а так по прилету нам поставили печать на 90 дней ну там первых каких-то чисел февраля и мы здесь спокойно можем находиться и переждать самые холодные месяца еще снимем обязательно выпуск во сколько нам обошелся первый месяц здесь не по таям обязательно будет что подписывайтесь здесь как раз таки будет питание наше да развлечения какие-то как раз мы посчитаем сколько на такси мы вот потратили и так далее почему это будет интересно потому что но я скажу что вот этот месяц мы пробуем все ни в чем себе не отказываем мы ходим на рынке мы входим магазины в разные то есть мы полностью экспериментируем мы не экономим на продуктах там на развлечениях да мы просто пробуем все хотим понять ценовой какой-то день диапазон сколько нужно да поэтому конечно же важно то вот сейчас смотрят впервые обязательно посмотрите все предыдущие выпуски из патрии потому что мы достаточно много поснимали там нет обзоров там просто лайфстайл наш влог как мы проводим здесь время что здесь изучаем и так далее гляньте в этом плейлисте и про бангкок выпуске тоже посмотрите ну а как мы вообще летели сюда 36 часов у нас занял весь перелет от точки а до точки b тоже посмотрите от выпуски ссылочку оставлю на него вот так вот суммой 312 тысяч 200 рублей будем завершать этот выпуск мне конечно вот я только сегодня узнал про эту сумму я просто даже не заморачивался ей но это это немало я вам скажу немало но зато здесь тепло и хорошо и это новая страна да и мечтажного лайкосики ставьте давайте встретимся с вами в комментариях обсудим эту цифру на чем можно было бы сэкономить давайте тоже обсудим покупая билеты заранее можно кстати классно экономить вот и еще билеты мы покупали на авиасейлс авиасейлс там ссылочку я тоже оставлю очень выгодно получается по моей ссылочке и принимают российские карты что тоже очень важно все друзья мои пока спасибо за просмотром